Для самых лучших сегодня в зале Гомельского Громадско-культурного центра собрались женщины, чтобы отримать щирое веншование с надыходящим весенним святом. Навод на дворе у этого дня изменило настрой. Из неба на рыжце светило солнце. Также солнечно и радостно было и на мероприемстве. Марина Северьянова доведалась про имены переможца у конкурса «Жанчина года». У фае Громадско-культурного центра – соправдный квятник. На свято собрались женщины из всех кутков Гомельщины. Поветро пронизано радостью и хвалеванием. Не так часто женщинам отримливается выделить час для себя. Але гэтый чаруну вечер докладно только их. И мужчины спешаются повиншовать не только присутных дам, але и у сих женщин с прыгожим весенним святом. Женщины работают абсолютно на разных должностях. И они работают в очень разных сферах. И уже даже нельзя назвать той профессией, где женщина бы не проявила свои умения. Это дорогого стоит. Вы являетесь замечательным примером. И хочется, чтобы на самом деле у вас была всегда минутка на вас, на вашу семью и на ваше личное счастье. Поэтому с праздником, с 8 марта, и пусть этот день всегда будет для вас ярким и солнечным. Амаль 150 дам у дельницы конкурса «Женщина года», який прошел в семи номинациях. Сиротных, подпяховый кераунник, материнская слава, господиня села, сердце отдаю людям. Конкурс «Женщина года» объединяет женщин разных поколений и женщин разной трудовой деятельности. Но самое главное, он объединяет женщин, которые неравнодушны к своей стране, к своей семье и к своим людям. Поэтому я говорю слова благодарности руководству Гомельского облсполкома и всем-всем женщинам, которые свое время, свое внимание уделяют не только семье, не только работе, но и общественной работе. Пускай у каждой семьи царит любовь и уют. Наверное, в любой номинации, в которой сегодня женщина представлена, нужно искренне любить то дело, которое ты делаешь. Любить, уважать людей, которые с тобой работают. Ну и делать все дела на благо своей страны. Урочистый початок свята, шаронная живая музыка, а на великом экране неверогодные пригожости жанучшие в образы. Затым на сцену выходят у дельницы конкурсу «Зуся горы Йейона». Привитальное слово и веншование для их учать от старшины Гомельского облакон-кама Геннадия Соловья. Мы поранее будем здесь снять высокородные учинки для цветовных дам. Будем дарить вам кветки, но завжды застанется надежным плечом, на какого можно обопертися и за какого можно сховаться. И со святом вас, уважаемым. Затым хвалююшую вызначение «Пераможца» у номинации «Паспяховый керавник» «Перамога» досталась редактору газеты «Маяк по лесу» Галине Шаученко. У номинации «Материнская слава» перемогла мать и выховальница отдела аддукации Ельского района Татьяна Сенгаевская. Такая выховывая десятерых детей. «Пераможца» у номинации «Жанучша доблесть» медсестра Хонницкой районной больницы Марина Тарасовец. За активную грамадянскую позицию ознагорожена директор Мазырского лицея Инна Лагун. Статус господа не села у наместника директора филиалу агрофирма. Имя Лебедева – предприемство «Гомельэнерго» Олеси Крывицкой. У номинации «Сердце отдаю людям» лепшей стала халунную раджу Гомельской областной туберкулезной клинической больницы Наталья Журавлёва. Я в своем ежедневном труде, конечно же, учитывая то, где я работаю. Постоянное общение с пациентами, с их родственниками, с коллегами. И, конечно, частичку себя отдаешь каждому этому человеку, с кем встречаешься по жизни. Переможцей у номинации «Духовность и культура» стала директор картинной галереи Гаурыла Вашенки Людмила Шамбалёва. Просто любить свою работу, любить то дело, которым ты занимаешься. И самый главный мой девиз – дарить радость и искусство людям. Як докладно означу в своем взвороте до женщин Геннадь Соловей, вельми хочется, чтобы родные женщины были здоровыми, их думки светлыми, а жизнь наполненная радостными подеями. Верна Севериянова, Сергей Камко, телерадо и компания «Гомель».